Windows всегда славилась приятной расстановкой пользовательского интерфейса и хорошей совместимостью с играми, ведь разработчики были буквально одержимы играми и ее индустрией. Они даже своими силами исправляли баги в SimCity на Windows 95. Но не стоит забывать, что Windows может запускать приложение, созданное в эпоху ранних версий. И иногда это может доходить до лютого абсурда. Приложение из Windows NT 3.1 прекрасно запускается на Windows 11. Кто-то посчитает это огромным минусом, мол, почему такие старые программы вообще работают в современной системе, а кто-то очень приятным плюсом. Софта под Windows существует очень много, начиная от популярных браузеров, офисных пакетов или мессенджеров, заканчивая узкоспециализированными для какой-либо диагностики, написанной в эпоху Windows 98 или XP. В 2001 году выходит первая в истории 64-битная Windows, Windows XP X64 Edition for Etanium. Увы, Intel Etanium с крахом провалится, и так и не дойдет до потребительского рынка, ведь он изначально предназначался для серверов. В 2003-м AMD выпустит свою 64-битную архитектуру, быстрее в сравнении с Etanium и полностью совместимой со старыми 32-битными программами и операционными системами. Именно AMD-шная архитектура станет промышленным стандартом в компьютерной индустрии, и под него прогнется сама Intel. А задумывались ли вы о том, как 64-битная Windows вообще может запускать 32-битные программы без искажений и ошибок? В чем секрет и как это устроено? В этом видео мы рассмотрим Windows 1 Windows, официальный компонент, созданный для запуска 32-битных программ. Узнаем не только, как это устроено и как все началось, но и немножко поэкспериментируем. Вообще нужно прояснить два момента. В папке Windows находится вот такая папка под названием SysVow64. Или же SysVow64, кому как удобно называть. Что такое этот ваш SysVow64 и чем он от System32 отличается? SysVow64 это не просто папка, это теоретически почти целая система, или же в данном случае компоненты слоя эмуляции. Первое появление подобного компонента произошло в 1993 году с выходом Windows NT 3.1. Первый и полностью 32-разрядный Windows для потребителя. Благодаря этому компоненту стало возможным запускать 16-битные приложения, созданные для Windows 3.1 и Windows 2.0. Только вот при запуске приложения от последней системы нас предупреждают, а-ля, ты запускаешь приложение, созданное под Windows 2.0. Система устарела, совместимость не обещаем, но теоретически она так-то возможна. Поведение программы будет зависеть от удачи, фазы луны, магнитной бури и настроения. В этой же версии OS, к слову, кроме WoW, появился и NTVDM, или же NT Virtual DOS Machine, позволяющий запускать DOS-приложение на Windows NT. И работает в виртуальном режиме на уровне процессора, но стопроцентную гарантию идеальной работы подобных программ, к сожалению, не обеспечивает. Эти функции не были популярны до Windows 2000 по одной простой причине. Windows NT, как линейка OS, была популярна только в корпоративном сегменте. Для домашних пользователей в то время такие функции были абсолютно бессмысленны, так как семейство Windows 9X систем никак не нуждается в этом. Линейка данных OS является гибридной. Используются как 16-битные, так и 32-битные компоненты. Да и в качестве загрузчика и обеспечения обратной совместимости с устаревшими драйверами устройств используются обычные, всеми любимые свои черной пеленою, чистый DOS. Забавный факт. Линейка Windows 9X может без всяких проблем запускать игры и приложения, созданные в эпоху Windows 3.0. При запуске программ, созданных под 1.0 или 2.0, вы увидите ошибку, гласящую о том, что «Братан, программа-то времен палеолита, обратись к разработчику за новой версией, если она вообще существует». Однако, эта же самая линейка OS может вполне себе запускать Windows 1.0 и дойти до MS-DOS Executive. Но в моем случае, через полминуты система разваливалась сама по себе и не смогла запустить свои же приложения. Чем отличается Cisco 64 от System32? Можно подумать, что в System32 хранятся как раз 32-битные части Windows. Ну, потому что число же — 32. Увы, нет. 32-битные компоненты и их DLL как раз хранятся в Cisco 64, а в System32 хранится наша настоящая система. А почему так было сделано? Я, конечно, не разработчик Windows, однако смелюсь догадаться, что все это сделано из-за совместимости, так как в некоторых программах, особенно в старых, может быть прописан путь только к System32. И если это все пошатнуть и изменить какую-нибудь важную системную директорию, то это может сильно сказаться на работе сторонних программ, имеющих подобный хардкод. Казалось бы, это же проблема разработчиков подобных программ. Почему Microsoft вообще этим занимается? Окей, но кого будут обвинять в первую очередь при случившейся подобной ситуации? Microsoft или разработчика этой программы? Вопрос интересный. Идет время. Microsoft прощается с MS-DOS и линейкой Windows 9X. Новая Windows выходит на основе ядра Windows NT. Внутри компании начинаются эксперименты, касаемо работы ОС на 64-разрядной архитектуре. В 2023 году появилась информация, что существовала сборка эпохи ранней разработки Windows XP под номером 2210, созданная под архитектуру Дек Альфа. Распознавалась она, само собой, пока еще как Windows 2000. Имела нюансы с запуском сторонних 32-битных приложений, и на экране загрузки через Paint было дорисовано число 64. С появлением 64-разрядных ОС появился и логичный вопрос. Как можно запустить приложение, написанное под x86 архитектуру, без серьезной потери производительности, но с максимальной совместимостью? Таким образом, в свет и появилась новая реализация слоя совместимости, своего рода продолжение, Windows on Windows 64. Вообще, начальные версии WoW 64 были выпущены еще с выходом Windows XP 25 октября 2001 года. Спустя 4 года, с выходом Windows XP X64 Edition, это было кое-как доведено до ума. Архитектура X64 появилась задолго до AMD и Таню. Эту тему раскачивало множество техногигантов того времени, начиная с 60-х годов прошлого века. IBM и CryResearch выпускают суперкомпьютеры, в котором используются 64-битные инструкции. В 1985 году CryResearch выпускает свою реализацию системы Unix, адаптированную к новой архитектуре. В 1991 году MIPS презентует свой процессор R4000. К концу 90-х HP вместе с Intel предоставляют миру архитектуру IA64, которая будет использоваться с процессорами Intel и Танюн. IA64 не поддерживала обратную совместимость с инструкциями X86, что являлось одной из причин краха Итанюма. Спустя несколько лет после анонса, летом 2001 года, выходит первый процессор на архитектуре IA64. Как уже можно догадаться, это Intel и Танюн. В ответ на новую архитектуру от Intel AMD поступили хитрее. Новая архитектура AMD была расширением X86 и полностью поддерживала все устаревшие инструкции и получила название X86-64. AMD выпустила свой первый 64-битный процессор в апреле 2003 года. Наверное, это даже кому-то даст ответ на вопрос, почему образы операционных систем содержат тег AMD64 в названии. Тем не менее, несмотря на аппаратную совместимость, требовалось так-то еще и программное. Поэтому СИСВО в 64 и по сей день существует даже в последних версиях Windows 11. И совершенно не важно, что 11 винда официально не существует в 32-битном варианте. Это другое. Windows on Windows имеет также и свою структуру реестра, которая интегрирована в один из основных кустов, в Ичке и Локал Машин. Находится она по этому пути, который вы видите на экране. Оно по строению полностью клонирует софтвуэр, и там размещаются данные, созданные и хранимые 32-битными приложениями. Да и при запуске какого-либо 32-битного установщика или программы могут происходить некоторые фокусы. На уровне системы меняются данные переменных некоторых системных папок. Так, программфайл с неожиданным образом превращается в программфайл с x86, а роль System32 возьмет на себя та самая папка – SysWOW64. Основными файлами, на которых держится работа этого компонента, являются WoW64.dll, WoW64.cpu.dll и WoW64.win.dll. Опираясь на документацию Microsoft, первый файл отвечает за базовую эмуляцию и точки входа со стороны ядра NT. Второй обеспечивает корректный запуск x86 программ в x64. Третий же предоставляет перенаправление со стороны win32k.sys. Перенаправление перенаправлениями, а подписка на канал очень сильно поддержит меня как автора и еще больше замотивирует делать новый интересный контент. И если у кого-то был уже включен колокольчик, то, пожалуйста, перевключите его. Бывали периоды, что я по некоторым причинам не мог делать контент так часто, и YouTube, наверное, начал немного думать, что я стал неактивным как автор. Но это, блин, не так. Ладно, это было некоторое отступление. Давайте вернемся к видео. Сейчас можно кое-как поэкспериментировать. Например, как будет вести себя система, если эту папку намеренно удалить? Звучит очень глупо, но, поверьте, результат будет интересный. Мы будем смотреть поведение на 64-битный Windows XP и Windows 7. Взять и просто удалить эти папки, находясь в уже запущенной системе, нельзя. Очевидно, срабатывает защита. Ведь, конечно, мы же каждый день при начале работы за компьютером целенаправленно идем удалять данную папку. Придется удалять ее из-под Windows PE. Я лично пользуюсь Windows PE от Стрельца. В моей практике с 2020 года он неоднократно помогал восстановить систему при возникновении каких-либо проблем, или помогал мне работать с жесткими дисками. Присутствуют вариации для старых ПК на основе Windows 8 и обычная на основе Windows 10. На Windows XP X64 данная директория весит почти 300 мегабайт, и удаление этой папки чревато синим экраном с кодом C40021A. С комментарием «Системный процесс диспетчера сеансов неожиданно завершился». При этом файла memory.dmp создан не был, и конкретного момента остановки узнать не представляется возможным. На оригинальный Windows 7 это все весит уже чуть больше гигабайта. Повторив все эти действия, мы... получаем такой же результат. Так это получается, что само ядро системы не 64-битное? Оно таки 64-битное. Но есть нюанс. Во время инициализации система, кажется, проверяет существование этой папки. Не файлов внутри ее, а тупо папки с таким названием. При обнаружении отсутствия этой папки, операционка останавливает свою работу. Банально создав папку и снова перезагрузившись, мы наконец-то попадаем в систему. Только она не будет такой, как прежде. Запустив любое 32-битное приложение, мы увидим ошибку «Отсутствует подсистема, необходимая для поддержки данного типа образа». И это еще не все. Некоторые ссылки в системных компонентах будут повреждены и перестанут работать. Раздел «Приступая к работе» будет вести себя странно. А пункты «Персонализация и разрешение экрана» в меню рабочего стола будут отправлять пустые ссылки. В Windows 7 32-битные моменты, как можно заметить ранее, еще пока встречаются. Интернет-эксплорер, Windows Media Player, другие стандартные компоненты остались совершенно целыми, что очень радует. Можно пойти дальше и задеть самую последнюю на тот момент версию Windows. Windows 11. В этой версии системы данная папка по размеру осталась без изменений, но на моем основном ПК она весит меньше и, кажется, приобрела больше символьных ссылок и заглушек на исходные файлы. Может быть, это связано с тем, что я обновлялся с десятки до одиннадцатой. Без понятий, если честно. Но факт остается фактом. Я даже его сейчас показываю. А что, если заменить эту папку Windows 11 на папку из Windows 7? Может, все запускаемые 32-битные программы будут заявлять о том, что они запущены из-под Windows 7? Окей, без проблем. Это не трудно. Совершив эти акробатические манипуляции, мы снова получаем синий экран. Но уже с кодом ProcessOneInitializationFailed. После автоматической перезагрузки начинается процесс установления системы, где нам в итоге скажут, что ваш ПК был запущен некорректно. И предложат перезагрузку, ведь иногда же это может решить проблему. Именно, что иногда. Но, сорян, не в этот раз. Удалив эту папку уже на Windows 11, мы получаем вполне себе рабочую систему. 32-битных компонентов по сравнению с Windows 7 становится намного меньше. Заметен только устаревший медиаплеер. Ну и ладно. Он при наступлении 2038 года окончательно прекратит работу из-за ограничений в плане разрядности. Запустив любую 32-битную программу, даже установленную, мы, логично же, увидим милое сообщение. Это приложение не запустится на вашем ПК. То самое окно, которое мы встречаем, если хотим запустить, например, 16-битную программу в Windows 10. Если импортировать данные Windows on Windows 64 с семерки в одиннадцатую, то операционке будет совершенно все равно. Разве что номер сборки изменится. Но это, по сути, никак не влияет на работоспособность. Если пойти чуточку дальше, а именно позволить себе больше разрешений на необходимые разделы реестра, удалить все под ноль и импортировать, то в конечном итоге начинается фенит а-ля комедия. Внезапно начинает зависать проводник. Перезапустив Explorer XZ, можно заметить, что некоторые его значки и символы станут квадратами. УВП-приложения не запускаются, вылетают сразу после начала инициализации. Ручной запуск дает классическое «класс не зарегистрирован». Пуск не работает, угадай почему. Нажатие правой кнопки мыши валит проводник. При этом приложения из Windows NT 3.1 и Windows Media Player прекрасно запускаются. Поразительно. В общем, такие дела. Как итог всего этого повествования, хочу сказать, что Windows on Windows, по сути, является одним из важных системных компонентов. Его удаление в 70% случаев может привести к синему экрану, так как наличие этого компонента может проверяться на этапе загрузки системы. А если система будет цела, то вы полностью потеряете поддержку работы с 32-битными программами. За всё это время компонент бросил поддержку запуска 16-битных приложений, эволюционировал, помог операционной системе в целом максимально сгладить для пользователя переход с 32-битной составляющей к 64-битной. В текущее время компьютерной индустрии большинство программ доступны как в 32-битном варианте, так и в 64-битном. Однако первый вариант, как мне кажется, постепенно уходит в прошлое. Хотя я могу быть неправ, я всегда рад почитать ваши комментарии и какие-либо замечания, только если они в адекватной форме написаны, конечно. SysVow 64 не развивается примерно с Windows 10. Потому что... а зачем, если он выглядит завершённым? И на будущее. Если вы видите программу, которая рапортует, что она запущена на Windows NT 6.2 Build 9200, или любой другой версии, отличной от настоящей, и при этом вы не трогали настройки совместимости, то знайте, она целиком и полностью является 32-битной. Не верите? Так проверьте её в диспетчере задач. А на этом всё. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Не пропускайте новый интересный контент. Давайте достигнем 100 тысяч подписчиков вместе! Огромное всем спасибо за просмотр. И спасибо донатерам, которые поддерживают канал любой своей суммой. До новых встреч, дорогие друзья.